Сия проснулась в холодном поту. Она собирается с мыслями. Треск старого дерева эхом отдаётся в пустом доме. Возле дома расположен алтарь Адены, богини и матери природы. Сия пришла в поисках ответов. Но голоса богини в ответ не услышала. Только шёпот чего-то тёмного, чего-то голодного. Старые кости Сии ощущали всю тяжесть времени, пока она поднималась наверх. Она подумала только об одном. Неужели снова началось? Его миссия должна быть простой – исследовать храм Адены. Его мать дала ему божественный кристалл. Его брат дал ему острый меч. Его жена – поцелуй. И объятие его дитя, которое является причиной, чтобы вернуться. Приятного аппетита. Я уже довольно давно знаю про эту игру, но только вот буквально сегодня мне посчастливилось получить к ней доступ наконец-то. Господи, у этой игры просто потрясающий пиксель-арт. Это вот то, чем она меня очень сильно зацепила. Вы только посмотрите на это. Вот уже по заставке можно было увидеть, насколько она потрясающе выглядит. Похожая ей игра была когда-то, называлась Hyper Light Drifter, мы с вами проходили. Но, честно говоря, там пиксель-арт мне показался даже менее крутым, чем здесь. Здесь он просто очень-очень детальный. Он там был в Hyper Light Drifter очень круто реализован. А здесь просто-просто, не знаю, сильно понравилось. Так, хорошо, что мы с вами умеем так разбираться? Щит, который нам дал брат, и меч. Так, это не работает. Так, атака. Дэши. И всё. Пока что всё, что я могу – это просто блочить, атаковать и дышать. Хорошо, я думаю, что, может быть, не этого хватит. Наша миссия, по идее, проста. Просто пойти и, я так понимаю, заблокировать ту тёмную силу, которая пытается прорваться. Короче говоря, игра в данном случае… Игра пока что ещё находится в раннем доступе. В очень раннем доступе. Я очень надеюсь, что она рано или поздно выйдет. Но просто… Дело в том, что разработчики сейчас уже собрали на данный момент 110 тысяч долларов на Kickstarter. И, по идее, они должны были её уже выпустить. По-моему, ещё в том году должны были. Но что-то у них, похоже, не клеится. Это очень плохо. Потому что игра просто шикарная, судя по тому, что я вижу. Что это? Рея – земля, затерянная между страниц. Место невообразимой красоты. Я тебя понял. Да. Очень сильно, конечно, даёт Hyperlite дрифтерам. У разработчиков, кстати говоря, помимо вот этой игры, у них есть ещё в загашечнике несколько других игр. Одна из них, по-моему, называется Ninja Blade или что-то в этом руде, если я не ошибаюсь. И её они уже выпустили. С этой у них какая-то проблема, судя по всему, но… Первое, что он увидел – слизь, которая порождает жизнь. Маленькие, мерзкие и дикие существа. Так, ну это не проблема, на самом деле. С таким мы справлялись очень часто. Смотри, здесь всё постепенно поглощается. Вообще история… История примерно такая. То есть, мы играем за семью, которая… За уникальную семью, которая почему-то у меня вечно ассоциируется с бейкерами. Почему-то именно так. Я переиграл президента в последнее время. На самом деле, семью зовут Бергсоны. Да, как-то так. И… Судя по их матери, она уже довольно давно знает об этом проклятии. И, судя по всему, решать проблему с этим проклятием – это их семейные. Это у них семейные, короче говоря. Немножко с Бельмантами ассоциируются ещё, по всему прочему. Даже больше, чем с этими самыми бейкерами. Тихо. Да, ёлки-палки. У нас, по-моему, где-то должен был… Что такое-то? Где-то должен был быть инвентарь, по идее. На самом деле, управляется всё довольно легко. По-моему, даже чуть-чуть проще, чем… Тихо. Чем в хайплайт-дрифтере, потому что оно… Я когда бью, он, по-моему, автоматически немножко к ним направляется. Угу. Секреты. Есть какие-то секреты? А… Вообще, выглядит как секрет, на самом деле, вот там. Но я туда пройти не могу. А, нет, нет, не могу. Увы. Короче, судя по всему, семейство Бергсонов… Семейство Бергсонов всегда, всю жизнь, своевало с какими-то вот подобными вот товарищами. Слизь приняла новую форму. Более монстрообразную. Ну, давай. Ау, сволочи. Так, ну я уверен, что мы с вами вернёмся. У нас есть дочка. Мы дали ей обещание, я вернусь. Она та, ради кого мы должны это сделать, в любом случае. Но мне, к сожалению, кажется, что здесь всё не так просто. Потому что… Хоть Бергсоны – это и те, кто всё время воюют с этим злом. Это их призвание. Я так понимаю, уже не одно поколение, и они этим занимаются, но… Что-то мне подсказывает, что всё здесь будет не так просто вообще. Ихо. Это зроза. Они мне знаете, кого напоминают немножко? Они мне немножко напоминают… Была такая игра, Heart of Darkness. Я довольно часто её упоминаю. Вот мне эти монстры почему-то немножко их напоминают. Короче говоря, насколько я понял, гора, на которой мы с вами живём, она называется Морта. Соответственно, мы дети этой горы, и в очередной раз зло пробудилось, и мы должны будем его восстановить. Вообще, я буду надеяться, что… Нас отправили, я так понимаю. То есть, у них уже, видимо, есть некоторый план выработан на случай пробуждения зла. То есть, отправить кого-то из семейства, чтобы тот с этим разобрался. Скажем так, ещё в зародуши, я так понимаю, да? Но… Что-то мне подсказывает, что всё будет не так просто. Смотрите, здесь… Животные погибают. Есть мнение, что это зло. Слушай, у меня есть какая-то, может быть, карта? Пока… Пока… Пока что нет. Но у меня, кстати говоря, блок, если вдруг что. Я его забываю использовать, как обычно. Не стоит о нём забывать. Ух, ёлки-палки… Это олень? Бедное создание. Его внутренность разорванная и вывернута наружу. Кошмар. Ух, ёлки-палки. Тихо-тихо-тихо. На самом деле, боёвка очень, очень приятная. Она очень простая и очень приятная. И самое интересное, что здесь можно будет играть за… всех персонажей семьи. То есть, вот этот персонаж, да, не единственный. То есть, там… Перед ним… Один из тех, кто был ранее, но сильнее. Ого! Тихо-тихо-тихо. Да, вот… Сволочь. Так, надо… Надо уворачиваться. Он очень сильный. Короче, да, действительно, она так и работает. Это имеется в виду, что я бью, и меня это немножко в него разворачивает. Господи, здесь… Такой покрыт… Потрясающий пиксель-арт. Я не знаю, я не могу… Я иду и любуюсь. Даже тем, что он меня убивает, я тоже этим наслаждаюсь. Магия классная. Так, ну еще чуть-чуть, и я его есть. Руна. А… Так, это что-то уникальное. Угу, угу. Так, я так понимаю, что это что-то вроде… Меч стал тяжелее. И смертоноснее. Подожди, мне сказали, что она на «Б» используется. Нет, подожди. Это руна, я смотрю, вставлена в меч. Угу. Ты посмотри. Кошмар. Я говорю, что здесь можно будет играть за все… За всех членов семейства, то есть… А ты посмотри, сколько их здесь. Стена. Тупик. Бой. Не минуем. Тихо-тихо-тихо. Так, надо уворачиваться. Кстати говоря, да, вы знаете про мои проблемы с английским, но я что смогу вам… Тихо-тихо-тихо. Что смогу вам переведу. Так, ну вроде бы ровно работает. Она просто… Тихо-тихо. Она позволяет нам их практически ваншотить, но… Недостаточно эффективна, как мне кажется. Она требует стамину, как нам написали, но… Да елки-палки, сколько ж вы здесь? Тай, типа, бедную дивизию. Мне надо вот это делал ломать, по-моему. Аккуратно. Она требует стамину. И если бы она их убивала с одного удара, вот тогда это было бы, конечно, хорошо, так? Так, ну давай попробуем. Кристалл поглотил это. Он помогает против тьмы холода. Угу. Наш осколок прекрасно с ним справляется. Вполне вероятно, что когда мы с вами дойдем до сердца всего этого тела, может быть получится с помощью этого осколка что-то с этим сделать. Еще до того, как оно распространится. Мне, знаете, за кого интересно будет поиграть? У них, получается, в семействе, насколько мне известно, есть лучники, маги и тому подобное. Да что ж такое, они все равно меня косают. Лучники, маги и тому подобное. Вот я хотел попробовать поиграть с лучником. Если судить из трейлера, то, по-моему, лучник у них жена. Хе-хе-хе. Слушай, здесь только ответвлений, карты никакой нету. У меня полное ощущение, что нужно идти направо, поэтому давай пойдем налево. Нет. Давай пойдем направо. А, руна. Руна пираблейда, то есть наш меч будет огненным, да? Да. Ну-ка. Добавляет это только огнем, да. Ну давай посмотрим, как это работает. Потому что, вот, а руна, она добавляет немножко дэмэджа, но мне кажется, что будет выгодней. Слушай, вы только посмотрите, как оно нарисовано. Я просто... Круто. Очень круто. Я в группе как-то кидал новость по этой игре, несколько пиксель-артов, и был просто в восторге. Короче говоря, если враги будут догорать, мне кажется, что это будет немножко выгодней. Так, это... Эти алтари, которые немножко нас усиливают. Но мы должны жертвовать какую-то душу для того, чтобы активировать. Нужны души. Вон, нет, она у нас как раз подсвечивается слева, я тебя понял. Вот что такое. По-моему, это оно и есть. Да, это оно и есть, хорошо. Немножко напоминает, знаете что, немножко напоминает вот эти вот частички, которые мы собрали, узлы, которые мы собрали в Hyper Light Drifter. Отлично. Так, чисто теоретически, нас тут должно неплохо защищать. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Вау. Класс. Просто потрясающе. Если, помимо прочего, получится еще получить доступ к игрушке Итер, которую я очень давно жду. Я буду просто в восторге. Слушай, ну в принципе, мы, что с той руной два удара нужно было нанести, чтобы убить, что с этой руной два удара, я думаю, что лучше поставить эта руна, потому что они по крайней мере догорают. Но урон с той руной, конечно, сильно круче. С той руной у них, да, с одного удара мы собираем. Практически полностью их убивали. С этой руной они... А с этой руной, смотри, с этой руной один удар, и они догорают окончательно. Так что, я думаю, что это все-таки выгодней. Тихо, тихо. Так, мне не обязательно по направлению к ним щи держать. Нет, главное его просто поставить, и тогда оно меня защищает с любых сторон. Понятно. Я думаю, что все-таки в дальнейшем они это исправят. То есть, если я буду стоять к фрагу спиной, и он будет мне бить в спину, я думаю, что этот урон будет проходить все-таки. Господи, все животные погибли. Гоблинцы. Ох! Тихо. Тихо. Получи. Так, ну через щит урон проходит. Так, подожди. Давайте сходим сюда. Через щит урон проходит. Я думаю, что будет... Что, может быть, мы найдем какой-то апгрейд, который позволит... Тихо, тихо, тихо. 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 Стремно. У нас помимо проще, помимо душ, который мы собраем, есть еще что-то слева. Какие-то еще... Ну какие-то еще осколки. Есть еще какой-то активный предмет. Вот видите? Там в панельке снизу есть к iuse. То есть использовать что-то. Пока-что это непонятно что. Возможно, это магия. Которая нет у этого, у этого персонажа. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перед ним секретная земля, которую никто не ступал до сели. Ого. Слушай, а что если у меня не получится защитить мир от этой угрозы? Так, как это используется? Ага. Что мне это дало? Помимо того, что здесь исчезла вот эта вот тьма, что еще она мне дала? Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, R1 для того, чтобы активировать реликвию. Так, вроде бы... Вроде бы же активировано, нет? Ага, я тебя понял. Оно еще не зарядилось в этот момент. Так, ну в самом деле это все очень, очень, очень круто. Что-то... Босс? Понятно. Это многое объясняет на самом деле. Так, надо как-то закрывать это дело. Тихо-тихо-тихо. Тролль. Слушай, реликвия действует, по-моему, только на тьму. Разве нет? На тролля подействует? Давай, давай, работай. Ау, как с собой лучше. Слушай, на тролля, по-моему, неплохо подействовало туже. Что делать с этой... С этим... Не знаю, порталом? Тихо. Дышим. Я их столько перебил, мне еще не... не выпало. Лечилка не выпала. Боюсь, что я так могу закончиться быстро. Тихо. Его щит тяжелее, чем обычно. Джон собрался с мыслями. Он не уверен, как будет объяснять то, что увидел. Семья слушала и не могла поверить в это. Лесные животные выпотрошены. Алтари осквернены. Боцарилась тишина. Пришло время раскрыть тайну. Боги молчали, и все в руках смертных. Боцарилась тишина. Только сетки мертвых рук, чтобы слезать твердой твердой. Святилище, в котором содержится сила богини и матери зверей. Субтитры создавал DimaTorzok